Итак, ну что ж, всё. Вновь всех поприветствую, друзья. Начинаем просматривать матч. Первый пистолетный раунд. Верри Геймс Атака, карты Инферно. И пробивают сейчас каску на Б. Фрайбергу будет выход на точку. Граната, но здесь Б укреплено на трёх игроков. Минуша от Лэнструма. Ой-ой-ой, проход в Плэнт Экзистенс видел парня за ящиком, но уже поздно дают размены всё-таки в ЭГ. Ну, поздно было уже разменивать этого парня за ящиком, за ближним, потому что, как бы, проход уже был на Плэнт осуществлён. Но ВГ всё-таки там закрепляются, и это похоже сейчас на мейс за Дримхак. Друзья, напомню, что в рамках Дримхака Верри Геймс на этой карте им сейчас принципиально взять больше одного раунда. Да, звучит смешно, но реально принципиально, потому что на финале Дримхака это была вторая карта финала, и они взяли всего лишь один раунд. Вот непонятная флешка от Фореста, но он знает, что есть соперник за Б3. Примерно предполагаю, что, скорее всего, один в тупке. Прочекал Дэнс, Дэнс пустой, бежит сразу же в тупочку, и его тут закрывают тупо перекрёстным огнём. Первый раунд берёт команда Верри Геймс, но и будем надеяться, что это не первый и последний раунд. Будем надеяться, что всё-таки бой они не по-моему смогут дать, какой-никакой. Этого очень-очень хочется, этого жаждет сейчас КС-комьюнити. Именно потому что надоело, надоело терпеть шведских тиранов, в кавычках, конечно же. Да нет, на самом деле Нипы молодцы. Опять же, вот смотрите, что они делают Нека. Гидрайт снова берётся за старое, и, по-моему, сейчас Кристофер будет играть с дробовиком. И тут, по сути, что-то вроде 3б, Верри Геймс, игра через второй мидл, наглая. Там была, кстати, флешка одноброшена, по-моему, к Зистам, на второй как раз-таки сюда, что они все белые бежали. Либо какая-то рандомная залетела от атаки и не залетела по месту назначения. Минус Азгиста первый, ломает каску РПК, выход пошёл на двадцатку. Красного оставляет игрока, защитает и Фитфларен падает, Тоддэ на большие пески. Два ситуации, а минус Гидрайт также был сделан. Единственный тот, у кого был дробовик. Ну и Фрайберг остаётся 1-2. Красный Кеннис, Фрайберг, Дигл и игра против Плунта будет сейчас, наверное, очень-очень опасной. Но, о, ой-ой-ой, вот едва-едва в кабину не навёлся. Давайте смотреть, что будет делать Фрайберг. Ну вот тут с сигареты выходит Экзистенс, но у него, естественно, преимущество. Плюс пушка, которую можно неплохо зажать на стрейфе. Минус Фрайберг, 2-0 в пользу Верри Геймс. Ну, смотрите-ка, не проиграли Эко Раунд, это уже прогресс. Уже не 16-1. Давайте ставить, с каким же счётом всё-таки выиграет команда НИП, наверное, да? Да нет, я думаю, на Дримхаке, наверное... Опять же, вот почему-то я не увидел ни одного интервью с командой Верри Геймс. Ни печатного, никакого после Дримхака. И вообще я мало вижу интервью с командами европейскими. Вот только Хелтверк в последнее время порадовал. Они сделали вообще замечательный превью к Дримхаку. Там выражались... Там как бы выразились все игроки, чего ждут от турнира, чего ждут вообще от игры в будущем. На этом чемпионате интервью делал журналист с сайта кадр.орг. Вы можете, кстати, посмотреть на кадре, где там эти видео. Одно из интервью, кстати, мы переведём. Это интервью с Тазом. И... Может, даже сделаем это завтра. Вот, ну, посмотреть было бы, конечно, интересно. Тем, что он говорит. Ну, вот Верри Геймс, по-моему, опять... Вот... Эх! Взяли два раунда, и тут понеслась. Тут понеслась. Разменяли сейчас непы их достаточно жёстко. Минус два сделали, при том, что были Кеннис, Экзистенса. Там парни были с девайсами. Слушай, по-моему, Гидрайту пора лечь вот в поликлинику. Вы знаете, наркоманов лечат, да? И я думаю, дробовикозависимых людей тоже. Какая интересная флешка была на опыт такая, да? Вот, запомню, запомню я эту флешку с Библы на Плэнд. При том, что Чувака он белого оставил, как минимум. Смитс там, наверное, потерялся. И не буду отрезать сейчас двадцатки. Вот, сейчас Гидрайт втанет от стенки, и его тиммейт будет стоять так. Посмотрите, все уходят в пески. Посмотрите, что делает Гидрайт. Сейчас будет устраивать... Сейчас будет... Карнавал! Нет, не получилось карнавала. Я едва уже вот-вот был готов увидеть и насладиться этим жёстким полётом. Скоро пытается тут прострелить непростреливающуюся стенку. Ну, знает, где соперники находятся на сэйве. Ну, ещё 3-0. Первый девайс мы должны сейчас сделать НИП. Фифлара на ВП. Фрайберг берёт Кольт. Гзист, Кольт, Кольт. Да, четыре Кольта, одно ВП есть. МПшечка дропается. И кто-то предлагает в чате Киберарена ТВ всем СНГ болеть за Вэри Геймс. Нам болеть не нужно, нам просто надо хотя бы, чтобы этот финал был реально зрелищный. Просто понимаете... Какая просто реакция! Нет, какое отсутствие реакции у Фифлара. Но Кеннис сыграл просто великолепно. Закрыл АВП на двадцатке. В итоге ВГ действует сейчас, как видим, очень-очень нагло. Под Б-Плент проходят уже по дуге втроём. Практически у Москвича сейчас будет попытка выйти аккуратненько на райд. Фрайберг играет тоже на чек. Но вот на этой позиции, на этом турнире, его несколько раз переворачивали. Достаточно плотно. Сейчас вообще не подозревают, что это будет атака. На Б-Плент. И здесь уже у Вэри Геймс видна конечная цель нападения. Оставляют, кстати, НБК. Опять же, по классике, в качестве одного отрезающего. Мы от них на этом турнире уже видели такие действия. Это было интересно. Это было интересно. Но посмотрите, решили бы сразу не идти. Оставили Смитса. Тянут. Тянут время Вэри Геймс. И позволяют Гидрайту сейчас стянуться на Б. И вот у Гидрайта может быть очень игровой момент. Опасный. Минус один, минус два. И его ступки перекрывают. Кристофер! Да ёлы-палы! Опять этот парень просто... Да, бедные, конечно, французские. Не, он их просто... Вот он этих круассанов порезал. Порезал такой. По-шведски. По-жести. Но, по-моему, после этого момента Гидрайту пора... Пора успокоиться. Это просто какая-то жесть. Просто вышел и дал три кабины. Вот развалил всё нападение. Но, тем не менее, атака разменяла. Два в два. И сейчас попытается НБК вместе с РПК побороться. С НИПами они будут играть 20-15. Заход и... Опасная флешка от Фрайберга. На большие пески. Ну, вот он сам от неё офлэшился. Гидрайт красный. Это единственное, что спасает. Падает Фрайберг. Ну, и Гидрайт здесь уже будет сейвить девайс. Опа! Вот уже не будет сейвить девайс. Минус четыре в раунде от Кристофера Элисунда. Друзья, и РПК ждёт его с плунта. Но Гидрайт примерно знает. 15 патронов остаётся у него в обойме. Видит голову. И... Стрейф от РПК проносит команду в Эрегейме. Сейчас с горем пополам. Они берут свой четвёртый раунд в этой встрече. И это уже лучше, чем один раунд. Несмотря на то, что, кстати, Гидрайт дал три таких кабины. Просто развалив всё разводящее звено на точке Б. Ну, не разводящее звено, но атакующее звено на точке Б. Там было три человека. Но бомба, как я понял, она была уже в миде. И стягивалась на апплент. Именно поэтому НБК с РПК им разыгрывали. Потому что НБК открылся в пустую. В пустое А. Дал инфу. Бомба от РПК стянулась. А трое игроков атаки всё-таки дожидались удобного момента. Но они вот-вот хотели подготавливать Б, начать раскидывать и делать этот фейк. Но не вышло. Так. Сломали Фрайберга на дуге. Пытался он разыграть за москвича с деглом. Не вышло чуть-чуть. Немного не под его контроль открылся. Нападение. Ну и Гидрайт на Б-пленте с деглом. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, чем это закончится. То, что Б-плент французы заняли, это понятно. Также понятно, что сейчас они будут вести перестрелку. И в свою пользу, скорее всего. Но может быть какой-то неждальщик от этого парня. Либо от этого. Вот два жестких стрелка. Гидрайт пытается с дегла простреливать нычки. Но никого за стенками нет. Эти прострелы сейчас, кстати, слышат французы. И попытаются сыграть на выбивание в церковь. Но они просто пойдут убивать дефенс. Ну вот интересный зажим от РПК. Два какие-то красных тела отстягиваются. Пытаются убежать в Йоханссон. Но не выходит. И спасает опять свою жизнь только Гидрайт. Который умело пробежал. Пробежал Хелпу. Будет прятаться. Прятаться со своим деглом. От БК уже пытается сейчас, как ДБК, в Колумб разыскать беглого шведа. Но Гидрайту все равно. На самом-то деле. Потому что на экстраунд они будут играть с баем. Как я понимаю. Давайте посмотрим по деньгам, что будет. Да, да, там будет бай. Там будет ИВП даже, возможно, сейчас. Но опять же АВП. Вот опять АВП, да. От Фифларна все-таки. Опять же, ВП встанет если здесь, то, скорее всего, у Кенниса уже чешется сейчас указательный палец на левой, на правой руке, чтобы вот так вот забабахать по медлу. Давайте смотреть. Нет, на этот раз агрессивно НИПы не разыгрывают. Понимают, что все, 5 раундов они отдали ВГшникам. И надо здесь начинать бороться. Но если Вэри Геймс, опять же, делает счет здесь 1-1. По картам я беру все свои слова назад. И на третьей карте будем смотреть реально уже вот с интересом. С интересом, что будет происходить. Я считаю, что НИПы сейчас просто не знают, чего ожидать от команды Вэри Геймс. Опять же, вот индивидуальный уровень гидрайта позволяет делать минус 3 на банане, как мы видели, да. И если будут избегать таких ситуаций в ВГ, неудобных для себя, и будут не давать оппонентам ловить тайминг там в аркаде, либо розыг дыш там хелпы какой-то правильный, грамотный, да, то все будет, наверное, нормально. Так, влетает дым, и выход пошел. Опа, и вот гидрайта Форест. Форест сразу приземляет ковры, и уже сплит не получается на 15. Заходит атака, но там есть позиция в больших песках, и сушеные пытаются стреляться. Форест, Лэнштром, Лэнштром, ой-ой-ой. Всех забрали. Фрайберг пришел на хелп, ну и там последний белый на 15 остается Кеннис. Ну и этот раунд не приберут с потерей, с двумя потерями. Но, тем не менее, берут счет становится 5-1, и шведская машина для убийств сейчас, наверное, попытается переломить немножечко ход событий, и подбить французам желание убеждать. Но французов уже, как видим, по деньгам есть присест. В принципе, раунд на равных сейчас будет играться, и тот, кто проиграет в Нэкст играет Эко. Если, конечно, не встанет бомба у французов, и они не сыграют бай. Так, на дугу они идут не особо жестко. Фифларна, кстати, используют на бей. Посмотрите, сур звено команды Веригеймс НИП. Оно играет онли-б, онли-дуга. Здесь сразу же кабину ставят Фифларну, увольняют маскарад. Ну, за маскарадом он же москвич. Позиция была. У него ВГ продолжают растянуто играть по всей карте. Теперь имея численное преимущество, они имеют дополнительную, опять-таки, точку давления. Это б-плент, который... Это дуга, дуга и б-плент. Они будут использовать это. Они прекрасно понимают, что их задача здесь сделать так, что... Хотя нет, ВГ даже не шатают. Они просто играют степом под Б, при том, что их зачекали. Они продолжают выходить. Ну все, экзист развлекается. Две банки сделал. Минус от Гидрайта на медле. Убивает разводного. Ну и РПК с экзистенсом сейчас понимают, что они попали в полную, полную, полную... Засаду. И выбраться отсюда у этих ребят вряд ли получится. Ну, опять же, потому что времени 35 секунд. Время, конечно, есть, чтобы здесь побегать, что-то поделать, но... При счете... 1.5 и ситуации 2 в 4, они предпочитают сыграть на сейв. Вот экзистенс в жажде кого-то дождаться на двадцатке, но они поиграют закрыто. Вот это мне нравится в Ниппах, очень сильно нравится. Они придерживаются, знаете, вот своей дисциплины, реально индивидуальной. Ну, только Форрест сейчас, конечно, побежал шариться, но, опять же, ему разрешили. Ему разрешили здесь уже бежать, искать кого-то. То есть он сыграет на размен. Видимо, там... Ну, по деньгам у него полторашка, но он, тем не менее, все равно проходит под респаун. Он чекает лавку, никого не видит. Вот время заканчивается, дает, наверное, ну, что-то ковры, либо всем виспе, начинает простреливать, но... По сути-то, дело, он угадал. Он нашел и добежал. Ну и 2-5 становится счет у Веригеймс. Два засейвленных девайса. Смотрим на Смитса. Вот Смитс не тратит деньги. Вот потратил, взял АК. Все. Фуллбай. Фуллбай делают все-таки здесь Веригеймс вместо ЭК. Ну, два девайса на сейве. Это два дропа, как бы, да. Один купил, и там, возможно, даже у кого-то пистолет, поэтому, вроде бы, все прикуплены. Единственное, что вот отсутствие гранат меня смущает. У всех есть девайсы. Это хорошо. Галил у Экзистенса. И будут играть выпад три ковры сейчас на Фореста. Форест уже... Хорошая граната. Хорошая граната в дым. Пытался прострелить Тёмочку, но, как видим... Атака уже сместилась. К двадцатке сейчас попытается выйти. Ковры нет. Тёмка занимается МБК, как я понял. Зачем, непонятно. Перестрелка через дым. Тоже без результата для Фореста. Но он попал хорошо по МБК. В тушку практически зажал. Ну и Вэри Геймс готовит занятие главки. Сейчас будут пробросы на оба фланга. Ну, как пробросы на оба фланга? Проброс будет вот на этот фланг. Она же зелень. Старая, добрая. Она же двадцаточка. Арочка. Ну и Библу. Задача здесь все изолировать. Но они предпочитают действовать до контакта. Ну да, гранат-то мало, дыма нету. Посмотрите. И степом попытается открыться с ВП. Вот open frag с ВП, конечно, это сурово. Но посмотрим, как сыграет сейчас Фифларен. Против АВП. Оп! Увидел пиксель. Он должен был понять, что от АВП влетает флешка. И АВП реализовано. Отлично играет Кеннис. Разманцевали одного. Осталось создать давление на двадцатке. НБК минус форест. Ковраг есть плюс девайс у нападения. И есть НБК в качестве дополнительной точки давления. Кеннис меняет позицию на двадцать. Сместился. Все. Здесь контроль. Сигареты полные. И выбить сейчас два в четыре будет команду ВГ Сапплант. А практически нереально. Ну видно. Инферно ребята подготовили. И играет его неспроста. Все-таки это сюрприз для команды НИП. Удалось им пробиться. Правда вот гидра это ничего не останавливает. Вот каждый раунд по несколько фрагов. Да этот парень просто нереально мотивирован выигрывать в этой игре. Так. Офлешили. Большие пески. Фрайберг. Фрайберг играет до контакта. Но пески его зачекали. И конечно же тут контроль полностью. ЗБГ всей ситуации. Ну один в два здесь конечно зайти не даст Кеннис. Перекрестный огонь. И именно он решил. Ситуацией один в два. Тем временем мне пишется... Мне написал Виктор Войтес. Он же ТАС. Но я не могу сказать что он написал. Друзья извиняйте. Но он там просто... Но я ему написал что они молодцы. Очень хорошо сыграли. Дали достойный там камбэк. То есть ну хорошенько напряглини. Красивый матч сыграли. С Варигеймс. Единственное что... Не написали. Ой. Единственное что вот... С Варигеймс могли еще до овертайма делать и вести. Но не хватило. Так поджим ковры. Первая кабина. Вторая кабина от Фореста. Сразу его разменивает. Экзистенс. Готовится выйти на 20. Варигеймс. И прокачать мид. Но вот минус 2 конечно это проблема. При такой быстрой атаке. Варигеймс. Без преимущества. Численного ли хотя бы равенства на мид выйти не смогут нормально. Не выйти на мид смогут. Но сейчас их задача сделать что-то нестандартное. Вот если сейчас еще какой-нибудь Фрайберг выйдет с Б. Зачекает дугу и увидит что она пустая. То... Это будет полный фарш для Варигеймса не раунд. Ну как видим гидрайт уже стягивается на хелп. Здесь начинает нервничать немножко к Зист. По-моему тайминг сейчас непам подсказывает опять-таки что... Атака вот-вот должна выйти либо на А. На Б так как никого нету. Фрайберг ждет. Ждет. Открываются ковры. И минус от Кенишна с ИВП. Великолепно. Убирает позицию. Одну из ключевых кстати в этом раунде. Влетает дым на плент. Фифларен попытается разыграть сплунта. Видит каску. Но вот не попадает. По голове Кенис дает второй фраг. И за счет Кениса команда. Вот вам АВП который играет как овенфрагер. Это жесть. Но правда Йоханссон дожидается здесь. Пушин на себя. Совершает Варигеймс ошибку. Играя в пуш попадает все на Фифларена. И как-то нереально он берет этот раунд. Вот с Фомаса дает минус 2. Непонятно почему без размена. Черт а с 2. Вот Кениса сейчас его тиммейты просто подставили. Они должны были просто взять и выйти. Не пошли сразу в плент. Потому что лежал дым. Решили обойти на сигарету. При том что Фифларен был открыт. Там просто торчала голова. Пули у него в Фомасе было мало. Как он с пистолетов 2 покачал. Не знаю. Но уже после смены девайса конечно. Судьба третьего персонажа в атаке стала ясна полностью. Точно он там не сможет как-то закрепиться. Ну и экораунд от Варигеймс. Быстрая игра через второй мидл. Выход ковры. Может быть опять мид. Попытаются вывалиться на двадцатку. С люльки. Но они тут как видим все пошли на Фореста. Ну и Форест дает первую кабину. Дает вторую кабину. Падает бомба. И тут влетает граната. Полный кроволол. Ну и команда Варигеймс. Сыграла этот раунд меньше чем за сколько секунд. Вот я думал все таки. Эх. Думал все таки здесь будет написано. Но не написали. Так. Гидрайт талант. Вот кто-то пишет сейчас в чате Кибераре НТВ. Про Кениса что это Колон шифруется. Да нет. 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 Никола. Но Кенис очень жесткий. Кенис очень жесткий. Опять же. Кстати между этими командами еще было бы интересно посмотреть Трейн. Это вот еще одна причина по которой хочется. Чтобы Варигеймс здесь перевернули. Не полф. Но вот пока конечно не судьба. Не. Ну вот самый первый матч не по Варигеймс смотрел очень много народу. Там я помню где-то тысяч 20 человек было на англоязычном стриме. Все смотрели Dreamhack Valencia. Все надеялись на то что сыграют нормально ребята. Из НИП вот смотрели. Все таки это битва как бы да разных миров. Но не потом одержали победу. И потом ситуация менялась. Сейчас вот не ясно что будет. Зажим от Гзиста. Спалил он выход на сигарету. Атака опять занимает Аплент. Вот после быстрого экораунда. Они играют очень быстро девайс. На этот раз пробиться удалось им на точку. Но не ясно что они с бомбой-то делать собираются. Что ж там РПК. А РПК в планете. Они ставят ее на двадцатки. Сейчас играет Гидрайт. Очень агрессивно. Пытается его размять РПК. Зажим от Экзистенса огорчает капитана команды Вэри Геймс. Падает Экзистенс на планете. Оставится бомба. Ну вот не знаю. НБК пора тебе тащить начинать. Все ты раунды играешь в роли одного игрока. И здесь то же самое. Ой посмотрите РПК. Раскочегарил двоих. Но с третьим не справился. Опять же численное преимущество решает в раунде. НИП грамотно сыграли. На выбивании. Счет становится 5-6. Вэри Геймс практически перевернуты. Ну вот видимо НИП знаете подумали. Такие перед финалом. Ну что вторая карта Инферно. Ну сколько раундов им дадим. Ну не знаю. Может быть 2. Нет 2 это слишком очевидно. Может быть 6. Да. Давайте заставим поболеть за Францию. И такие хоп и дают камбэк. Ну 5-6 тоже неплохо. Неплохо. Вообще 9-6 если ВГ сыграют. Для них это будет плохо. Просто после 6 раундов они не должны останавливаться. Они должны как минимум выйти на 8-7, на 9. На 9-6 у них еще есть шансы. У них вообще есть шансы выиграть здесь 10-5. Так что давайте смотреть что будут делать. Игра на дугу очень-очень агрессивная. Ну и как вы думаете кто на дуге самый главный герой дня? Без галстука. Зато шикарные какой-нибудь шведские прически по-любому. Там постоянно у шведов же прически всякие космические. И конечно же Гидрайт. Который сейчас будет прятаться за москвичом. А вот тем временем Линдберг уже минусует НБК. Который играл несколько раз роль разводного игрока на Апленте. И сейчас в принципе он делал... Он играл в роли опенфрагера. Как я понял. Потому что он один сдох по непонятной мне причине. Вот где-то тут. При том что его тиммейты стояли все на медле. Еще один был под Б. Видимо пытался зайти. Ну вот это произвол. Это можно назвать я думаю смело произволом. Так. Флешка. Дым полетел. Флеш 15. Открытие. Пусто. Отдымление арки. Знаете к мелочам. К мелочам придираются французы. Пытаются все раскидать. Но главного по-моему они пока не увидели. Не нашли они вот ключик к этому великолепному дефенсу команды НИП. Но тут все просто. Закрытая игра. Плюс индивидуальный уровень игроков. Очень-очень твердый. Ну и Форест. Ой-ой-ой-ой. Как сыграл Линдберг сейчас. Просто великолепно. Минус 2. Ключевые 2 фрага. И посмотрим потащит ли РПК в ситуации 1-2. Фрайберг вместе с Эллисундом против РПК. Флеш. Дым. Плент. РПК. Каска против Гидрайта. Наглые действия. Фрайберг был сейчас за чеком. И вот это да. Вот это конечно же Фрайберг. РПК там что-то взял. Присел на картоны. Начал его чекать. Фрайберг случайно заметил при стейфе направо. Сел зажал. И попал по голове. Ну и 6-6. НИПы сравнивают счет в этом раунде. И игра уже начинает напоминать мне один из матчей. Один из матчей, сыгранных когда-то давно. В Counter-Strike 1-6. Такими командами как MTW и командой Fnatic. Когда Fnatic еще были шведами. Когда там был шведский состав. Опять же с тем же Гидрайтом. Вот тут НИПы явно контролируют ситуацию полностью. И по-моему они не просто здесь навязали свой стиль игры. Они реально просто продавливают надежду в команде Вэри Геймс. Но то что Вэри Геймс как бы не видит каких-то выходов для себя против закрытого дефенса. Это вот уже их проблема. Ну и угадайте. Кто сейчас будет делать первый фраг? Кто сейчас будет делать второй фраг? Никто не будет делать второй фраг. Это existence вообще. Никто из НИП. 4 в 4. Первый отличный размен на дуге. Грамотно мог сыграть Гидрайт и сделать еще один фраг. Но вот в качестве опенфрагера обычно все заканчивается на размене. И 4 в 4. Получают возможность Вэри Геймс сейчас атаковать Аплэнд. Но решают сыграть слоуплей по дуге. Ну вот в 1.6 раньше после вот таких вот замесов сразу. Если атака не заходила на Бплэнд. То была всегда флешечка. И естественно чек позиций. Но здесь не повезло. Опять НБК оставляют в качестве закрывающего. Принимать у нас Бплэнд будет Фрайберг. Вместе с ним Фифлэрн в паре. И у нас уже есть проход на капель от одного из игроков. Атаки это existence. Ему сразу ставят банку Фрайберг. Б3 будут контролировать атаку. РПК выходит. Дает минус. Врасплох пытается застать Фифлэрн. Дается ему жимом попасть по голове РПК. Последним остается взамен НБК. Который сейчас зашел на КТ респаун. И попытается пройти в спину. О нем неизвестно. Форес ждет на НБК Тул. Здесь два игрока на Б. Если сейчас. Если сейчас. Именно сейчас. Не зачекают НБК. А 10 секунд. Как бы до конца раунда. НБК конечно будет топать. И сразу же ухолодца. Оппонент подает этот фраг. По Фифлэрну. Флэрн падает. Но моментально разменивает гзист. Хеллпушет становится 7-6. И не переворачивает ход этой встречи в свою пользу. Теперь уже. Эх. На них работать будет каждый раунд. И каждый проигранный раунд. С жестким выдохом. Будут воспринимать. Варигеймсы. Французы. Французы и бельгиецы. Так. Наклон все больше и больше. Да. Кстати. Я заметил. Ну. Сайзет вообще. Вы помните. Да. Как Сайзет бегал. Так что. Я думаю. Это Баггол ТВ. Который зафиксит. Ну. Я надеюсь. В скором времени. Итак. Ну. Пошел. Смотрите. Что делать. Форест у нас. Просто взял. Зажал по коврам. Дал минуту. Ну. Все. Здесь все. Здесь посыпались. Короче. Французы. Ожидать нам. Каких-то наверное. Невероятных. И великолепных действий. От них. Уже не стоит. Вот. В первой половине точно. Ну. Максимум. Вот. На 8-7. Они сейчас могут попытаться выйти. И то это будет полное чудо. Потому что денег у них нет. Там. Смотрите. Нет. Купили. Купили. Есть нам 3-4. Отлично. Ну. Красивые моменты. Хайлайты. И все такое. Но. К сожалению. К сожалению. Их не так много. Ну. От Гидрайта. Я уже увидел сегодня. Три кабины на Б планете. И я реально счастлив. Это попадет 100% во все хайлайты. Этой планеты. Он еще и четвертый минус. Там на планете. После этого дал. Мог вообще сделать эйс. Задефить бомбу. Но вот. Не зашло. Кстати. У Гидрайта здесь. 43 очка. Вообще интересно будет. С этой системой очков. Друзья. Можно будет подводить итоги. Там. Индивидуальные. Да. Кто-то начнет ставить личные рекорды. Кто-то начнет. Эти личные рекорды взвешивать с другими игроками. Но я жду на самом-то деле распределения ролей в команде. Строго распределения ролей. Вот как это обычно происходит. По функции. Но здесь оно есть. Здесь оно есть. Но пока еще не придумали наверное термины все. Форест минус ковры. Прям не удивил. Просто не удивил. Тут посмотрите как сыграл Экзистенс. А. Смитс. Смитс. Смитс зашел на хилпу. И в Эргеймс. Посмотрите. Стягивается на Б плент. Смитс дает ему инфу то что он заходит сейчас в спину. Там летает флешка. Непонятная. Гидрайт. Гидрайт уходит по стяжке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И минус от Смитса. Есть инфа. Гидрайт остается на позиции. Понимаешь что сейчас ему светит Б. Ему сейчас светит одному принимать Б плент. Проходит кафель игроки нападения. Но не все. Не все. Б3 дожидается Гидрайт. Вот пытался выцепить голову. Стрельба Кенниса не подводит. Минусует Фореста. Один из основных игроков. Упал. И неужели это 8-7? Неужели в Эргейме сейчас пошатают? Команду НИП в последнем раунде первой половины. Это было бы круто. Да. Перекрестный огонь решает. Остается Гидрайт. И у него очень неприятная ситуация. Ну можно наверное даже посмотреть автодиректором. Гидрайт минус Б3. Ну часто уж точно его должны перекрыть перекрестным огнем. Ну вот опять тут геройства пошли. И Кеннис не дожал. Экзистенс поставил пачку из ступки. Ну что 8-7 первая половина. На 6 раундов больше взяла команда Бэрри Геймс. Чем на Дримхаке. Но. Но. Сейчас будет второй период. И команда Бэрри Геймс будет играть в защите. Посмотрим что Ниппы придумает в атаке. Потому что тут точно нужно проявлять инициативу и бдительность. И вполне возможно что у Бэрри Геймс будут шансы перевернуть. Если конечно жести не будут происходить. Так. Гидрайт на широкоформатнике играет на инферном походу. Открою тайну что большинство профессиональных игроков. Ну вот пока что еще не в России. В США то уж точно. Играют 1280-720 в разрешении. Потому что они хотят наслаждаться процессом. Ну если компьютер позволяет в принципе почему бы и нет. Только прицельчик поднастроил СНСА и все такое. И все будет более-менее нормально. Так. Ну что. Рестарты и вторая половина. Первая пистолетка второй половины. Ну погнали. Погнали. Коль не шутите. Или шутите. Нет. Не шутите. Ладно. Возвращаемся. И давайте наблюдать за этой встречей. Итак. НИП. Атака через второй мидл. В трех игроков. Два игрока в яме. Верри Геймс. Укрепление Аплэнта. В четверых. Так. Смит. РПК. Экзисенс. Ну вот. Назвение если поделить. То Смит в паре с РПК. Играет РПК. Инфа по коврам. Смит сразу же чек. Инфа через второй мид. Инфа вот об этом парне. Который будет прыгать на машине. Вернее на прицепе. Экзисенс. Просто чекает мид. Чтобы не пропустить сюда чувака. И. По-моему окончательный вариант атаки у НИПов. Опять же на Аплэнт. Но они сейчас будут действовать по ситуации. Если. Ой. Удачный Аркадат. Смит. Красивый. Хэдшот влетает. Вот. Именно вот этой агрессии не хватало. По-моему команде Верри Геймс. Но 3 в 5. 3 в 5 это пистолетка. Это пистолетка. Здесь нужно быть предельно собранными. Сейчас ВГ и отойти на закрытые позиции. Чтобы не продолжать. Чтобы не быть на открытых. Это логично. Да. И. Не продолжать быть такой легкой добычей. Для НИПов. Ну вот НИПы сейчас. В замкнутой достаточно ситуации. Ситуация тупиковая. Здесь вариант только один. Это бежать. Бежать и сносить. Как я понимаю. Здесь все 3 игрока. Да. Все 3 игрока с арморами. У НИПов. Вот. И это очень-очень поражает. Посмотрите что делают. Играют. Выход на 15. Но если они сейчас пойдут стреляться на дальней дистанции. То это провал. Первый на 15 отдается. Второй отдается. Замечательная стрельба от Орпике. Его сносит в кабину Форест. И. 1 в 4 на КТ его тоже поджидает. Но он знает что здесь он сможет еще убить Экзистанса. Пытается стрелять за столб. И получается 8 в 8. Первая пистолетка за командой Верри Геймс. Неужели это произошло? Неужели это свершилось друзья? Вот она пистолетка. Верри Геймс. Сделали выводы после Дримхака. И сейчас начнется самое интересное. Теперь уже точно можно смотреть с интересом. Ну что ж. Не пы берут деглы. Не пы просто так не сдаются. И они попытаются перевернуть сразу же. А я сделаю. Так. Мне нужно сделать реконект на ХЛТВ. Но наверное после раунда конечно это стоит попытаться. Исполнить. Как видим. Заглючило у меня ГОЛТВ. Снова. Снова у меня модель КТ. У террористов. У КТ свои. Но. Давайте смотреть. Итак. Фрайберг. Выход Дуга. Прогоняют Аркадника. Неплохо. Неплохо. Но. Как видим. Закрытый дефенс. Будет продолжать перевернуться в Ригеймс. Вот тут вот я выигрываю где-то примерно минуту времени. Чуть меньше. И сейчас я попытаюсь перезайти. Перезайти на ХЛТВ. Как только ХЛТВ. ХЛТВ. Откроет мне доступ к матчу. Спасибо большое. Так. Ну и что они. Устремляются на плент. Будут пытаться выходить ребра. Ну тут попытка стреляться. И давайте я переконнектчусь как раз таки. До того момента как они это сделают. Знаете, меня смущает эта надпись слева ГОУ. И вот этот вот террор. Я пытаюсь еще раз законнектиться. Да. Ура! Слава богу, коннектит. Меня это радует. Отразделение ФБР. Хастэч. Рескью Тим. Было основано в 1982 году. И предназначено для освобождения союзников. Захваченных неприятелем. Снайперская винтовка АВП. Очень мощная. С легкостью может убить с одного выстрела. А мы возвращаемся к просмотру. И смотрим здесь-то. Уууу. Нипы. Ну вот. Красавчики. Нипы. На самом-то деле. Смотрите. На деглах переворачивают. Они по сути-то. Всю ситуацию закрепляются на пленте. Играют в АП-2. Еще фраг есть от Экзистенса. Ну и последнего Фифларна будут пытаться искать. Он прячется в пленте. Пытается отхалдиться. Как-то на него идет в пуш игрок Дефенса. И Экзистенса просто падает. 9-8. Ну как ВГ? Ну как так? Вот взяли пистолетку и тут понеслась. Вы понимаете то, что у этих парней... Я не знаю, что с ними не так. Вот действительно не знаю. Не могу понять, что с ними не так. Но они же способны. Стреляют жестко. Почему вот... Видно, что стараются. Видно, что стараются играть в этом финале. Понимают, что сейчас все комьюнити будет их троллить, если они не возьмут больше одного раунда. Но тут надо как-то поболее напрячь Нипов в этом финале. Уж точно. Ну до конца года мы, наверное, противостояние этих команд уже не увидим. А, Tor Open. Tor Open будет, друзья. И во время Tor Open, наверное, мы увидим противостояние этих коллективов. Вроде бы они там играют. Но это уже будет точно, как я понял, последний турнир в этом году. Между этими командами. Не то, что турнир. А именно вот предвостояние этих коллективов. Чемпионат. Если, конечно, там будут принимать они участие. У нас, кстати, права есть на официальное освещение от Open на русском языке. Так что ждите меня, Тафу, Юру, Страйка. Ворвемся. Ворвемся. Так, ну что, здесь сейчас будет выпад под Б играться. Гзист. Или Фрайберг. Вот кто-то из них будет сейчас в качестве Open. Фрайгеры заходить на Б-плэнт. Фейковать, наверное, будет Гидрайт и Форест. Очевидно, что они на... Но тут видите, какая ситуация. Как бы вот она. Вся ситуация. Если ее все вот так вот взять суммарно. Можно вот так вот поделить. На что это похоже? Ни на что. В общем-то, в общем-то, шанс есть у Вари Геймс на этом эко. Неплохо отыграть. Вот пытается по пульке стрелять. Здесь Кеннис не выходит. У него красных игроков атаки запускает. Но, тем не менее, переворачивают атакующую тройку. Не забирают девайс и пытаются сыграть стяжку. Гидрайт в этот момент заходит на... Видит прыжок на двадцатке и понимает, что чувак сейчас уйдет в пески. Чувак ушел... Да, чувак ушел в пески. И Эллисон попытается его добить. Спокойненько заходит на НБК и думает, что его не видели. И, естественно, Гидрайт пользуется такой возможностью. Уничтожает растерявшегося соперника. А вот Экзистенс со Смитом, по-моему, так и не догнали, что... Тут уже выход как бы на... Вот перевернув по факту атаку на Б-планке, они забрали только один девайс. Это выглядит очень странно. Ну что, Смит, нужна реализация. Твердый девайс. Экзистенс минус. Давят пески. И тут Гидрайт первый. Ой, нет, ну Гидрайт просто непобедим сегодня. Ну он был непобедим на DreamHack. И этот парень давил на Валенсии. И этот чувак доджигал по-страшному в матче против команды Вэри Геймс на ЕСВЦ. И тут продолжает казнить этот коллектив. Видимо, у Гидрайта цель стоит набить против Вэри Геймс 100 очков в матче. Вот если он это сделает, наверное, успокоится. Но пока что у него две звезды, две MVP, три MVP, как видим, чуть ниже у Фореста. По факту недостаточно титулованные идут. Фрайберт, правда, вот в статистике 5 на 12, но свою роль он в команде выполняет. У команды Вэри Геймс же здесь, как видим, он в ВК. 8 на 14, 7 на 12, ТРПК. Тащит за команду. 18 на 13. Но знаете, это все фраги как раз-таки вот невзятых раундов. Хорошая граната была под жопу просто Форесту сейчас. Бросал эту гранату, как я понял, Гидрайт. Либо Гизист. Ну, кто-то со второго медла, я бросил туда, и она прям под Фореста залетела. Ну и Форест такой Чан Фейс показал и спокойненько ушел с этой позиции. Минус от Фрайберга. На этот раз, кстати, не понимая, что у соперника Фэка не спешат, не спешат пытаются чекать все возможные открытые пространства со своих позиций. Вот на коврах уже на топол сейчас Гидрайт, как видим. Ну вот он знает, наверное, что есть кто-то в песках, уходит. Уходит с больших ковров и... С больших ковров. С ковров на... Там еще что-то горит. Это жесть вообще просто. Такой пожар здесь развели. Ну посмотрите, пошел выход двадцатка. Вот шанс был сейчас у Смитса дать банку, но... Пустил он его. Конечно, плохо. Его сразу же здесь за это, конечно, казнили. Но тут еще также есть шансы у этого парня, который дает первый минус, второй минус, третий минус от РПК с подсадки! Вот это игра! Вот это игра! Молодцы! Молодцы! Собранный РПК! Дождался нужного момента, но, к сожалению, опять французам не везет. Опять у них шило в жопе играет. И вместо того, чтобы дождаться... Фрайберга с двадцатки! И они выходят, выходят! Он открывается, вылезает на этого парня, который в жиме сидит. Это одиннадцать восемь. Да что ж за дела-то такие? Ну что ж так ВГ не везет? Но, с другой стороны, это заслуга команды НИП. Несмотря на то, что они развалились все при попытке выхода на А, они оставили Фрайберга весьма в выгодных условиях. Он был... Он обладал инфой о двух игроках. Он прекрасно знал, чего ожидать. У него было сто хп, и он сделал то, что должен был сделать изначально. Смотрите, как играет Кеннис жёстко. Сразу же заходит в люльку, Аркадий смотрит мост, пытается там кого-то выцепить. Но этого у него, конечно, не получается. Дает гранат на ковры отходную, и мид сейчас будут... А, здесь пуш Б3! Здесь Б3 пуш от команды Вэри Геймс, и вот, может быть, этого не понеждут. Но я боюсь, что если сейчас будет этот пуш... А, всё, пуш зачитан! Пуш зачитан, здесь есть один закрывающий в яме, и, по-моему, он сейчас должен выходить и решать. Опс! Первая банка пошла. Ну, второй банки здесь нету. Вэри Геймс закрывает мид, полностью его контролирует. Но ситуация ТФ-стрип, и ХП, всё печально. И у НИП есть преимущество в виде гидрайта, который сейчас вполне может пройти на 15 и забрать двух стягивающихся игроков на А. При том, что Кеннис уже белый, и, скорее всего, это будет стяжка. Гидрайт остаётся, как видим, в очень интересной позиции. Такая она у него скромняшка. Ну, убирает сразу же первого хелпующего. Знает, что там где-то есть второй парень. Играет внимательно, чекает всё. Минусует второго, и выход на Б с бомбой. Ну, Кеннис, в принципе, вынужден здесь уже выйти на 20. Его там сейчас должен будет забрать, кто же, кто же, кто же там остался. Никого не осталось. Гидрайт пошёл за Кеннисом. Ну, Кеннис побежит в ковры сэйвить, давай, значит. Но зато у Гидрайта появляется возможность здесь зайти в ковры и аккуратненько, в принципе, разобраться с французом. Ну, вот, чекает пески, чекает всевозможные ныжки на планте. Вот такой вариант он не рассматривает, что чувак мог убежать в ковры. Посмотрите, как Кеннис стоит, смотрит. Вот как чувствует, как чувствует, что шведский Гидрайт где-то здесь, где-то рядом. И беда. Беда. Гидрайт находит свою жертву. Минусует Кеннис, лишается АВП французы. Ну, и это явно не успех для Вэри Геймс. 3.600, у РПК, Кеннис, 18 на 15, 12 на 16, Смитс, Экзистенс, 11 на 15, 10 на 16 у НБК, статистика, 2 МВП есть, 1 звезда у Смитса, 2, как видим, у Кенниса. Ну, по очкам 60-45, вот 69 очков у Гидрайта, меня очень сильно смущает. Если ему сейчас ещё дадут раскрыться в паре раундов, в каких-то, знаете, ситуациях, которые, в которых можно зарешать, и он в них зарешает, то, может, даже пойдёт где-то под 90 очков. Ну, это, конечно, маловероятно. Тут надо по минус 5 просто бегать делать. Ну, вот 2 в 1, конечно, раунда не брать, у Вэри Геймс тоже конёк. Но, с другой стороны, ребят, вот все их вот эти поражения, все их вот эти поражения научат эту команду, научат эту команду играть, как в своё время было в 1.6 с поляками на Тускани, когда они там 16-0, 16-1, а потом «Та-та-та-та, иди сюда!» говорил Нео и догонял всех своих оппонентов. Бегал за ними. Ну, здесь другая игра, конечно, но для французов, я думаю, будет не проблема. Ведь, на самом деле, отличная команда. Они все хорошие стрелки, играют достаточно давно, но вот у них чего-то не хватает, опять-таки. Чего непонятно, но мы это скоро узнаем. Но я считаю, что у них с дисциплиной проблемы, вот очень-очень большие проблемы. С координатором проблемы, либо с капитаном, потому что, опять же, вот они не пытаются считать соперника, они пытаются, знаете, играть более как-то открыто, более развернуто. У них холд-раунды... Вот если команда Вэри Геймс, опять же, их холд-раунды подтверждают то, что у них там с координацией... Ну, не беда, но вот читать они игру у оппонента никак не могут, потому что на холд-раунде эта команда просто приходит под бэ, встает в тупик, и все. И все, и дальше она больше ничего не делает. 13.8. Ну что, по-моему... По-моему, НИПы на уровне. Немножко подустали, наверное, просто, поэтому позволили ВГ-8 взять или нет. Мы сегодня болели за ЕСЦ, сегодня смотрели, посмотрели с вами весь второй игровой день. Я, конечно, неожиданно узнал для себя за 2 часа до финала, что финал будет через 2 часа. Я думал, мы еще завтра будем смотреть игровой день, так как официально заявлено было, что в 3 дня пытаются уложиться организаторы. Ну, наверное, завтра какую-то тусовку игрокам организуют, и МХО они заслужили это. И так поддохнут ребята. Кенниес, Аркада против Гидрайта, и она сработала. Вот эту вот наглую АВП мы уже видели. Ну, здесь это работает, но, на мой взгляд, вот таких парней будут скоро ловить. Ловить очень твердо. Хотя он знал, что он делал. Посмотрите, вот... Сейчас НИПы понимают, что, возможно, у... ВГ какие-то перетяжки, есть трансферы с Плантана Плент. Идут очень-очень медленно на дугу. Тут, как видим, атака не выходит. Но, в преимуществе, на одного игрока действуют французы. Вот им сейчас... У них сейчас информационный вакуум. Им бы понять, понять, что происходит с дугой. Ну, и они там ждут сейчас агрессивного выхода. Опять-таки, вот НБК как бы здесь намекает своей позиции, что... Он знает. Он знает, кто на дуге шалил. Давайте посмотрим, как разыграет здесь НБК. Может быть, что-то из этого хорошее выйдет, но мне кажется, что это банка. О-о-о-о, да, с 19 хп его отпустили, и они поуже на Б не пойдут. Хотя Фрайберт там что-то пытается баловаться с АК. А, ну он с хлпой пытается баловаться, он еще там нормально навтыкнул экзистенсу. О-май-гад. О-май-гад. Двух качнули. Да, все, стянули они парня с АПЛента, но вот у них точки давления, опять же, из-за того, что они в нишестве не было никакого. Поэтому играть им будет крайне тяжело. РПК, большие пески, и одна из ключевых позиций в этом моменте. Играет пока что убедительно. Первый хэдшот есть против Фрайберга. Выстаивает 20, кеннис минус, бреет пески. Отлично, отлично, ВГ. Вот он, вот он, вот он раунд от Вэри Геймс. 13-9. Ну вот еще один, еще один десятый, и у парня может открыться второе дыхание. Знаете, у спортсменов есть такая штука. Здесь, конечно, киберспортсмены, но у них тоже есть эта штука, как второе дыхание, когда ты полностью перезагружаешься, начинаешь зажигать. Вот у Вэри Геймс... Сейчас может случиться такой момент после раунда. Молодцы, взяли 9. Взяли 9. Сейчас у Нипов поставлена, наверное, задача 16-9, 16-9. Сыграть. Ну ладно, смотрим, дым второй мидл. Так, яму чекнул кеннис. Кстати, когда прыгал, видите, он мог пиксель, сам Аркадий на ковры. А, вот почему он так быстро прибежал. Он тупо сразу же с двадцатки просто прибегал туда, Аркадий, вот... Это уже интересно. Это уже интересно. Рискованно, но интересно. Его просто могут всегда со второго мидла отсечь при пробежке, вот, опять же, в люльку, потому что вот здесь вот идет такая контра с этой позиции на эту. И тут по факту все видно. Ну, если здесь, конечно, чувак успевает занять позицию. То есть, как видим, здесь он не успел. Ну, не поиграли очень такой, знаете, специфический... Степ под ковры. Ну, и под А, через строй мид. Гидрайта, кстати, подсадили. Обратите внимание, как раз-таки, чтобы он не спалился при пропрыжке, если вот здесь вот стоит игрок защиты и ждет как раз-таки этого непредсказуемого момента. Ну, и будут сплитовать А3. А3-5 будут принимать сейчас в регеймс. Это расклад. Минус ковры открывает Пакеннишу. Минус АВП. Встань. РПК пытается дать размен. Старается за всех сил. Но флата Клинберг оказывается сильнее. Ставит каску. Размен. Также влетает от Смитса. Забирает Клинберга. Но Лайнштон подхватил и здесь справился. Со своими обязанностями. В живых остается только Экзистенс. Ну, и это сейв. Вот. Вот это, конечно. Нет, ну сейв понять можно. Да, это правильное решение. Правильное решение для такого размена. Но, по-моему, как раз-таки команде в регеймс не хватает такого парня в составе, который вот может пойти реально, да, 1 в 3. Который, ну вот, не возьмет раунд, но он хотя бы попытается убить троих и сделает это очень красиво, технично. Возможно, это как-то, не знаю, надежду небольшую подарит в регеймс. Но они стараются. Вот. Это видно. Самое главное, что стараются. Ну, посмотрим, какие выводы они сделают и что они будут показывать в следующем году. Потому что эти парни, я уверен, будут присутствовать на следующем сезоне с LTV Star Series. Что они, что в регеймс, и вот там начнется самый карабах-бабабах. Так сказать. Такс. Чакры. Это называется чакры. Мне тут подсказывают в чате. Ну что, 14.9. И счет мне напоминает первую карту, конечно, проигранную. ВГ. Ну вот если в финале чемпионата, как бы... Кстати, я общался просто с DreamHack'ом с NBK'ем. Спрашивал о... Почему 16.1? Так вот, он мне ответил... Весьма интересно. Вот такой фразой он сказал прямо и четко. День, дно. Ну, он, конечно, там другие фразочки употреблял, но их лучше не переводить. Жалко, конечно, в ВГ. Жалко. Столько турниров на вторых местах. Но здесь хотя бы в первой половине поборолись. Назали чуть-чуть борьбы, показали себя. Ну, сейчас смотрите. Они ожидали меда. Зачем-то вышли под флэш. Прочекали. Окей. НИПы будут выходить с ковров. В коврах ничего интересного не происходит. Минус NBK. Вообще на морозе просто его убивают. Минус Гидрайт. Гидрайт-то еще один залетает. Ну все. НИПы полностью контролируют ситуацию на медле. Отстрел производят очень эффективно. Открывают Аплент. Но здесь есть, как бы, сейчас последняя надежда команды Веригеймса. Трпк. Жим. Минус 2. Сплента Фрайберг. Минусует. И 1 на 1. 1 на 1. Экзистон заходит в спину. Имеет катастрофическое преимущество. Фрайберг не знает, где он находится. Ставится бом. Экзистон заходит в спину. Убей. Убей. Ес. Вот если бы он сейчас в спину не убил. Я был бы просто... Просто вот я бы сидел с фейспаллом до послезавтра здесь. В студии и не встал бы даже с этого места. Мне бы вызвали, наверное, врачей и отправили в дурдом. Не, ну после этого турнира точно в дурдом отправят. Но этот хоть в спину убил. Понимаете? Вот посмотрите. Статистика у него. 12 на 16. Он идет хуже РПК. Но у РПК моментов, когда тот не убил в спину или налажался стрельбой, было очень-очень много. Ну вот советуют уже в Ригеймс такие расклады, что типа надо просто не лезть. Да я согласен, что надо просто не лезть. Но тема в том, что, понимаете, вот играть агрессивно в начале раунда это одно. Но делать какие-то безумные выпады это совсем другое. Ну вот первый вейд пошел. Разменяли Фрайберга. Но с дуги здесь уже живым. Вот вряд ли уйдет игрок дефенса. Нет, ушел. А, его здесь подменяет РПК. Выходит в аркаду. Дает минус 3 в 2 ситуация. И два игрока на Б последних. Это знают НИПы. Естественно, это бомба. Линдберг уже бежит занимать позицию на нежданчик. И, скорее всего, у него это получится. А, его увидели. Прощай, Форест. Прощай. Смотри, сейчас будут парни взрывать. Смотри, 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 смотри. Давай бегут. Ой-ой-ой, Форест дал кабину с такой позиции. Фокус двух кальтов не спас жизнь. Молодому бойцу из коллектива ВГ. Ну и этот финал, по-моему, заберут. Сейчас у них будет 15-й раунд. После этого, конечно же, остается немножко терпения на 16-е. Ну и Экзистент снова. Вот иди. Да иди стреляйся. Чего ты убегаешь? Какие допы, чувак? Иди и убивай. Ой-ой-ой, ну зачем вот он булки жмет? Серьезно. Не, ну много кто бы сейчас сказал, что правильно. Но вот тут уже просто такая ситуация, что ты должен, ты обязан идти тащить. Есть у тебя ответственность перед тиммейтами? Иди и затащи просто. Не знаю, собери, сделай это как угодно просто. Вот тут такая ситуация. И ВГ не делал этот. Ну это ГГ. Это ГГ, по сути дела, друзья. Что вот такой вот финал получается на чемпионате в рамках фестиваля Mindsports Games, проходящем в городе Прага, который находится в Чехии, где люди любят сосиски и словаков. Ну посмотрели мы весьма... Смотрите, что в Аригейме сделают. Ну вот, вот эта вот игра на Ниждан. Аркада Медла через лавку. Аркада 2СБ. Это инфа просто... Ну вот переоценили свои силы на самом деле сейчас в ВГ, потому что здесь знают, как разыграть против такой заготовочки. И НИП этот раунд и уже есть в Яме Гзист. Вот до этого разыгрывал тут Фрайбер. Гзисты пытаются флешем выпугать, но этого не выходит. Бомба смещается также тоже в Яму. Попытаются сейчас сначала отбить мидл, а потом, наверное, уйти на Б. Обратите внимание, Б пустое, флешка Мид. И мне интересно, как сыграют вот эти парни. Вот эти вот два рака атаки. Кеннис-минус, минус кеннис. Посмотрите, Форест даже не вылезал. Форест что-то ждет. С Китрайтом залезли в этот коридор. Ой, тусуется весело парням. Но НИП все равно под флеш выбивает мид. Ситуация 4 в 3. Вот все, что принесла аркада команде в Ригеймс, это небольшое численное преимущество и неуверенность в их дальнейших действиях. Как бы плюс, опять-таки, закрытый дефенс. НИП сейчас себе спокойно могут позволить гулять по миду, что они и делают. Не шумят, не шумят, что самое главное. На большие пески уже сейчас будут пытаться выйти Форест. Вот он ждет там стрейфа от парня. Стрейфа пока не происходит. Играет очень внимательно, ждет кого-то с плунта. Нервничает, нервничает. Не то, что нервничает, просто пытается заранее нормально навестись. Пытается чекать все возможное. Всевозможная нычка. Вот его, кажется, пески увидели. Да, пески увидели. Открывается у нас сковород сейчас. Филарен. Ну вот по одной точке, конечно, стреляет. Не попадает в плунта. Здесь должен наказать. Был радужный прием. Смитцеву разменивает Форест. 15 рвет. Эллисон. 2 в 1. Ну все, НБК. Не берут ни по 16 раунд. Это сюрприз. Не успели. Не успели поставить бомбу. 15-11. Но по факту как бы НБК сейчас подарили 11 раунд команде Вари Геймса. Вот если после этого Вари Геймс обязаны брать 4, брать допы. И мы обязаны смотреть третью карту. Иначе этот финал не финал. Я, конечно, понимаю вас, зрители, то, что вы сейчас, вас очень много смотрит из России эту трансляцию. Понимаю, что по Москве сейчас 2 ночи. В Киеве все еще полночь. И, между прочим, уже наступила 3 декабря. Ну и так как оно наступило, можно сказать, что организаторы не нафейлили. Когда на сайте написали, что турнир будет проходить с первого по третье. Все очень четко. Все очень четко. Я уже вижу, там народ угорает в чате просто. Когда же, когда же в этом финале что-то решится? Ну что Вари Геймс? Слоу плей. И НИП сейчас будут пробовать бэй. Посмотрите Вари Геймс. Вот рискуют в самый... Нет, то, что они рискуют, это правильно. Они рискуют в нужный момент. Опять же, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но эти парни явно вообще не пьют. И не понимают, откуда берется шампанское. Потому что у них бэ пустое. Один на хелпе. Туда заходит вся команда ниндзи в пижамах. Сейчас будет поставлена пижамная бомба. И шансы сыграть на выбивание. Ну вот теперь есть. Теперь есть благодяга. Ой, НБК! Кабина! Перевернул! Йоханссон Элисон в ответ забирает НБК. Забирает Смитса. РПК остается один в два. Будет действовать с дуги. Ну и вот он коронный момент. Давайте, давайте болеть за РПК. Заходи справа, справа, справа стоит чувак. Давай! Лайк! Лайк! Аааа! 16-11! Команда Нибгейминг одерживает победу на чемпионате. Проходящем в рамках фестиваля Mindsports Games. Который проходит в Праге в Супер Отеле. Параллельно этому там еще и матч за третье место шел. Байкей против Майди Джи Би. Я надеюсь, что Байкей их обыграли. Ну и НИПы, в принципе, выигрывают в финале 2-0. Третий турнир. Нет, третий раз. Вот четвертый турнир подряд. Со счетом 2-0 по картам против команды Вэри Геймс. Но здесь Вэри Геймс взяли на 10 раундов больше, чем на Дримхаке. Поэтому, можно сказать, план этими парнями выполнен. Я желаю команде Вэри Геймс, чтобы она подготовилась и проанализировала свою игру. Чтобы они взглянули по-другому на Counter-Strike. Не знаю, пусть наймут себе спауна, который их там научит. Скиллу спауна. Нанюхать борты и давать в головы. Пусть они, там, не знаю, попросят Гидрайт им рассказать, почему они проигрывают. Но я желаю, чтобы команда Вэри Геймс только развивалась. Так же, как и команда НИП. Но пока, конечно же, без сомнения, НИП, шведы находятся в очень хорошей форме. Играют очень великолепно. Ну и мы будем ждать как раз-таки тех героев, которые будут составлять им конкуренцию. Я надеюсь, что такие в скором времени появятся. Ну и на этом, дорогие друзья, у меня все. С вами мы провели, ну, незабываемые два дня уж точно. Мега интересные два... Ну, относительно среднеинтересный групповой этап записи, который вы можете посмотреть на YouTube-канале youtube.com.slash.sl.tv И также следует напомнить и выразить огромную благодарность Егору Маркелову из команды Navis за помощь в Сакасте. А также Кириллу Красяву за помощь в Сакасте из команды Virtus.pro. Ну и Counter-Strike смотрели вместе с вами в течение нескольких дней. Я, Слэм, Маркелов и Ангел. Ну, финал откомментировал я один. Ребята, ребят, была тренировка, были заняты. Ну и мы увидимся с вами завтра в рамках трансляции SLTV Star Series. Я буду, скорее всего, вместе с Юрой Страйком. Послезавтра ожидайте два, две трансляции. Одна параллельно будет матч на. Я буду комментировать для вас послезавтра. Ну и на этом у меня все. Нип-чемпионы. Вэри Геймс снова вторые. Ну и я надеюсь, что кто-то возьмет у них интервью и спросит, почему они на самом деле все еще вторые. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok